По последним данным в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в мечети города Майдугури, расположенного на северо-востоке Нигерии, погибли несколько десятков человек. Один из очевидцев трагедии, торговец Мухтари Ахмаду, сообщил, что кто был в мечети, все погибли. Никому не удалось спастись. По свидетельству другого очевидца, на месте взрыва было обнаружено по меньшей мере 42 тела погибших. Ранее сообщалось, что в Майдугури прогремели три мощных взрыва. Этот город, являющийся самым крупным на северо-востоке Нигерии, уже много раз становился объектом нападений и терактов со стороны боевиков радикальной группировки Боко-Харам. Так, 20 сентября террористы осуществили там взрывы, жертвами которых стали 117 человек. ФИФА временно возглавил ИСА Хаяту. 8 октября комитет по этике отстранил от должности Йозефа Блаттера, напоминает телеканал «Россия-24». Ему, а также Мишелю Платини и генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке на 90 дней запретили заниматься любой футбольной деятельностью. Что касается Хаяту, то он ранее занимал должность вице-президента ФИФА. Новоявленный руководитель мирового футбола уже заявил, что главная задача на ближайшее время – восстановить доверие общественности. Непостоянными членами Совбеза ООН на 2016 и 2017 годы стали Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония. Все они в ходе голосования набрали голоса нужного количества делегаций. Так сообщает ТАСС, всего в зале присутствовало 193 делегации. Египет набрал 179 голосов, Сенегал – 187, Уругвай – 185, Япония – 184, Украина получила 177 голосов. С 1 января избранные непостоянные члены заменят в Совете Безопасности ООН прежних – ЧАД, Нигерию, Литву, Чили и Иорданию, полномочия которых истекают и присоединятся к Анголе, Венесуэле, Испании, Малайзии и Новой Зеландии, которые избраны до 2016 года. На Украине английский язык заменят русский. Сделать английский вторым рабочим языком в стране наряду с украинским предложил президент Украины Петр Порошенко. Могилянка впервые внедрила два рабочих языка – украинский и английский. И я думаю, что было бы очень хорошо, чтобы и на Украине, а не только в Могилянке, кроме украинского, появился еще свой рабочий язык. И этим языком по праву должен быть английский, заявил Порошенко на празднование 400-летия Киева-Могилянской академии. С 1 октября 2015 года владение английским языком стало обязательным условием для принятия на работу в администрацию главы государства, отметил замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкев. Венгрия накануне объявила о завершении строительства стены для защиты от нелегальных мигрантов вдоль границы с Хорватией. «Мы готовы закрыть границу, теперь правительство готово при содействии полиции и армии запечатать границу», – заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Янаш Лазар. Он также подчеркнул, что технических препятствий для закрытия больше нет. Накануне пограничное агентство ЕС «Фронтекс» сообщило о примерно 710 тысячах нелегалах, прибывших в страны ЕС с начала 2015 года. Россия и Казахстан будут вместе добывать Каспийскую нефть. Соглашение, которое подписали в Астане президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, позволило обеим странам разграничить дно северной части моря. И это не единственная договоренность, достигнутая в ходе государственного визита российского лидера в Казахстан. 15 октября 2015 года там говорили и о Сирии, и об Украине, и о совместной борьбе с терроризмом. Сегодня в Астане соберутся все лидеры Евразийского экономического союза. В Актау скончалась 15-летняя девочка, предположительно отравившись консервированными огурцами. Из анамнеза установлено, что 14 октября первой почувствовала себя плохо 15-летняя девочка, затем ее 10-летний брат и отец. Симптомы у всех были одинаковые. Многократная рвота до 7-10 раз. Утром 15 октября мать вызвала бригаду неотложной скорой медицинской помощи, когда не смогла разбудить дочь. К сожалению, врачи не успели спасти девочку. К их приезду она уже скончалась, сообщила исполняющая обязанности заместитель руководителя областного управления здравоохранения Салтанат Жармаева. По ее словам, согласно предварительному эпидемиологическому исследованию, причиной отравления стало неправильное продолжительное хранение консервированных продуктов. По ее информации, 10-летний мальчик в данный момент находится в реанимации. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Зам Аким Актюбинской области Сару Нуркатову обвиняют в назначении родственников на высокие должности. В частности, член Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии власти Нурлан Ерембетов задал вопрос, почему родной сын Нуркатовой занимает должность заместителя руководителя областного управления образования. Сара Нуркатова, приехавшая на брифинг в здание Актюбинского филиала партии Нуратан, сразу же заявила, что своими действиями или действиями своего сына не нарушила закон о государственной службе Казахстана. Как известно, сейчас сын Сары Нуркатовой Максим Чаркин занимает должность заместителя руководителя областного управления образования. По словам зам Акима, при трудоустройстве сына закон о государственной службе нарушен не был. Если же вина в нарушении закона будет доказана, то заместитель Акима области пообещала уйти в отставку. В планах властей построить для нашей области мусороперерабатывающий завод. Этот проект собирается воплощать в жизнь в рамках инвестиционного проекта развития зеленой индустриальной зоны Актюбин. На собственные деньги, но при поддержке государства возвести у нас это предприятие намерены голландцы. Уникальность завода в том, что перерабатывая бытовые отходы, он будет производить электричество. По предварительным данным, электростанция на ТБО сможет вырабатывать от 10 до 15 мегаватт в час. В год завод сможет перерабатывать до 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Бердибек Сапарбаев готов поддержать инвесторов, если финансово они действительно потянут проект. Более того, Аким пообещал руководству голландской компании, если оно войдет в индустриальную зону, предоставлять и электричество, и воду по более сниженным ценам. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте. www.riko.tv.kz